доброе утро доброе утро дорогие друзья шалом из киева шалом всем из киева и мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать тором продолжаем изучать притчи царя соломона в прямом эфире в инстаграме о миша лысов давно не виделись из москвы мой друг старый старый друг миша лысов из москвы всем рекомендую кирпич специалист во всех видах кирпича хорошо друзья доброе утро из харькова шалом коваль шалом шалом зальман все у нас идет в фейсбуке урок на странице вайкра вайкра это платформа до маргарита тоже из беларуси у нас идет на платформе вайкра эта платформа где есть более ста преподавателей торы которые обучают торе и в инстаграме моя личная страница я провожу тоже для тех кому интересно притчи царя салмона мишлей это книга записана была около трех тысяч лет назад велитим велитим вошедшим в историю при сайте 3000 лет передают его слова какой был умный человек пророк сын царя давида царь саламон построил 1 русалинский храм сын башевы все знаем про его жизнь было у него 700 жен и представляете насколько вот человек вошел в историю и его мысли которые он принял от бога и передал они вошли в христианскую библию естественно это часть письменной торы и мы сейчас с помощью еврейских комментаторов мудрецов стараемся понять что он имел ввиду потому что хотя и говорят что с каждым поколением люди становятся более образованными но духовная сила духовная сила она падает с каждым поколением люди становятся менее менее духовными менее духовными понятно поэтому нам тяжело понять, то есть раньше человек он был присоединен к духовному миру больше намного, понятно хорошо, значит мы нашли 30 глава, 30 глава 11 отрывок 10 отрывок он нам посоветовал царь Соломон, чтобы мы не клеветали на раба перед его господином, все равно раб перед господином потом оправдается, тебя проклянет, будет тяжело то есть это понятно теперь дальше, сегодня он нам говорит о грехах поколения то есть следующие 3 отрывка 4 отрывка, описывают грехи поколения, то есть грехи, которые грехи, которые делает общество, и если общество делает эти грехи, оно исчезает давайте посмотрим, интересно, что за последние 3000 лет исчезло очень много стран, очень много народов очень много городов, общин то есть есть целые культуры, которые исчезли было огромное количество древних государств, там хеты разные какие-то, целые города исчезали, вот мы сейчас узнаем почему почему исчезали, почему так, сейчас выключить комментарий, хороший совет кстати, да мы сейчас узнаем почему исчезали и почему почему уничтожались есть целые культуры значит, говорит нам царь Соломон первый признак поколения, которое готово к исчезновению это поколение, которое папу своего проклинает и маму свою не благословляет значит, первое с чего начинается разрушение общества разрушение общности людей это неуважение к родителям неуважение к старшим неуважение к старикам кстати, интересно по Торе есть повелевающая заповедь почитать папу и маму почитать это за ними ухаживать по Торе есть повелевающая заповедь бояться папу и маму то есть не спорить с ними не перечить относиться с большим уважением к родителям по Торе есть заповедь вставать перед стариком То есть перед любым стариком надо вставать, представляете? То есть настолько Бог, он, он, зная природу людей, животную, а животные у них наоборот все. Животные, чем ты более сильное молодое животное, тем ты более, более можешь без уважения относиться к старым животным, что это старое животное. То есть как только животное начинает стареть, то молодые животные, они его сразу же съедают, там убивают, молодые самцы, они захватывают эту власть. У людей наоборот, у людей Бог сказал, послушайте, вы люди, вы не животные. И нужно наоборот с уважением относиться к предыдущему поколению, особенно к тем, кто дал вам жизнь, папа, мама. Значит, Бог даже сказал, в Талмуде есть такое выражение, что трое участвовали в создании человека, трое, три компаньона, три партнера. Папа, мама и Бог. Папа и мама дали человеку тело и все, что из этого вытекает, то есть вся, вся его структура человека, она идет из вот этой яйцеклетки, сперматозоида, который дали ему родители. А Бог дал душу, а остальное человек уже, там, знания, какие-то решения, это делает он сам. Но трое есть компаньонов. И дальше в Талмуде написана интересная такая идея, что если человек не почитает своих родителей, не уважает папу и маму, то Бог тоже от него отворачивается. Почему? Потому что он говорит, моих партнеров обижают, так я тоже не буду тогда в этом партнерстве. Теперь давайте еще раз вернемся. Если это переходит на поколение, то есть если это в обществе, общественное сознание, оно принимает это как норму, как должное, поколение, которое проклинает отца, ну принято проклинать отца и маму не благословляет, это первый признак того, что общество это, оно катится к чему? К исчезновению. Вот. Теперь 12-й отрывок. 12-й отрывок. Говорит царь Соломон нам в 12-м отрывке. Второй признак общества, которое близится к разрушению. Значит, переводится это так. Поколение, которое чистое в своих глазах. Таор это не просто чистый физически, таор это духовно чистый. То есть поколение, которое говорит, что они духовно чистые в своих глазах и от испражнений своих не, нечистот своих не омытые. При этом они грязные по, ну вот, прям нечистоты, да. Где мы видим это, выражается вот в общество, в странах, в культурах. Когда в культурах, вот это мы можем проследить на любом этапе развития человечества. Как только в культурах легализовали гомосексуализм, то есть сделали это легальным и таким, ну вот, на государственном уровне законным, эти же культуры сразу же исчезали. То есть не почитают папу и маму, это неважно, разрушился институт семьи. Нет уважения к старшим, нет уважения к людям опытным, которые прожили свою жизнь. Второе. Легализовали чистые в своих глазах, но на самом деле это вещи, которые грязные вещи. Как только эти вещи легализовали, древний Рим, древняя Греция и так далее, все, нету ни Рима, нету ни Греции. Сразу же эти все государства исчезают. Сразу это имеется в виду поколение. Когда мы говорим про слово поколение, это 25 лет. То есть в 25 лет человек в среднем женится и рожает детей. И каждое поколение, это 25 лет. Вот 25-летние женились, родили детей, потом им уже 50 лет, уже их дети женятся, им по 25 лет рожают своих детей. Уже те, которым было 50, через 25 лет им 75, они уходят из мира. Вот когда общество извращает свой путь на три поколения, вы можете проверить, написано в Торе, ну и в Библии, соответственно, написано, что Бог наказывает грешников до 3-4 поколения. Накажу детей за грехи отцов до 3-4 поколения и дам награду на тысячу поколений, тех, кто выполняет заповеди Бога. Почему такая разница? Любой грех, когда он становится в один раз делается, можно вернуться, ошибся человек, сделал неправильно, понимает, осознает. Если он его делает второй, третий раз, это для него становится нормой. Как только это становится нормой, то на 3-4 поколение любой грех уничтожает или отдельно человека, или он уничтожает целое общество. Поэтому, если мы сейчас наблюдаем парады гордости, они начались там 10-15 лет назад, 20 лет назад, то вот сейчас первое поколение уже считает это нормой. Теперь, когда это станет нормой, вот начиная с этого поколения, это не просто стало нормой. Сейчас нет свободы слова, ты не можешь сказать против этого. Я, например, осознаю, что если я выступаю против легализации гомосексуализма, то я себя ставлю как бы сейчас уже в опасное положение. Мы до чего дошли, нет свободы слова. Ты не можешь сказать, что я, например, против. Как ты против? Ты не имеешь права быть против. Уже это стало нормой, как комсомол, как коммунистическая партия. Третье поколение, когда уже через 25 лет, это уже станет обязательным, я думаю, что будут уже в школе, например, не будут давать аттестат без на деле подтверждения верности заветам ЛГБД. То есть, это к тому идет уже третье поколение. Четвертого поколения не будет. Все, четвертого поколения, если общество пойдет по этому пути, его просто не будет. Это то, что говорил нам царь Соломон 12, что поколение чистое в своих глазах. Но те, кто идут на парады гордости и которые их поддерживают, там на параде гордости 5%, которые действительно активные гомосексуалисты, которые эту идею продвигают. А 95% они просто как бы, они чистые в своих глазах. Они говорят, как, мы же поддерживаем этих прекрасных, замечательных людей, которые хотят не просто друг с другом вступать в отношения, они хотят законно вступать. Они хотят, чтобы вдруг вот то, что называется семьей, стало родитель один, родитель два. Какой родитель один, родитель два? Не бывает родителя один, родитель два. Бывает родитель мужчина и женщина. Нет других родителей. Хорошо. Это нас предупредил царь Соломон 3000 лет назад. Это есть в Торе, это есть в Библии, это есть в Коране. То есть Бог однозначно через всех своих источники подачи информации, через всех пророков однозначно и четко сказал. Это идет против природы человека. Нельзя это делать. Тот, кто хочет это делать, пускай делает. У них свобода. Но делать это легализацией, делать это законом и делать это нормой, это опасно для всех людей. И все люди, которые хотели бы, чтобы было у вас, у нас, чтобы было продолжение человечества или страны или народа, должны, мне кажется, для себя прояснить этот вопрос и однозначно выступить. Хотите делать, делайте. Но менять законы общества, которые были тысячи лет, это опасно для всего общества. Понятно. Значит, тринадцатый отрывок говорит нам царь Соломон в тринадцатом отрывке. Дор марамуинав в афапав и насу. Он говорит так. Третий признак того, что общество, оно катится к вырождению. Третий признак, он выглядит так. Так, поколение, в котором высокомерные, высокомерные глаза, которые считают себя умнее, чем все остальные, умнее, чем все предыдущие поколения, которые высокомерно борются друг с другом и, ну, высокомерные, да, такие, и афапав и насу, вознесенные у них глаза. Значит, здесь немного сложно понять нам, что такое высокомерные, что такое вознесенные глаза, непонятно. Вот, ну, как бы у меня не было, не было объяснения, что это такое. Но, чтобы понять, что имел в виду царь Соломон, нужно вспомнить, что общество-то предыдущие, предыдущие поколения, они же жили в очень жестком расслоении, в очень жестком расслоении, когда были, там, феодалы, когда были в России помещики, например, и были крепостные, то есть были, в Индии были касты, да, то есть было очень жесткое такое расслоение, и те, которые были на ступени выше, они могли по-разному относиться к тем, кто на ступени ниже. И вот 14-й отрывок нам дает понять, что является преступлением, что такое настоящее высокомерие. Поколение хороводшинав, чьи зубы мечи, говорит царь Соломон, ума халот металлотав, и чьи челюсти ножи, для того, чтобы съедать бедных из земли и нищих среди людей. Значит, общество меряется, вот тут вот как раз сейчас, я хочу сказать, большой плюс на наше современное общество, в котором мы живем. То есть у нас есть огромный плюс, который спасает, может быть, он вот на этой чаше весов, он и перевешивает, и дает возможность, говорят, а почему? У нас благоденствие, все, вот здесь ответ. Смотрите, когда общество расслоено на классы, огромный вопрос, как верхние классы относятся к нижним классам. В некоторых обществах нижних классов, например, Древний Рим, почему исчез Древний мир? Почитайте историю, значит, вот этот есть там, выскочил мне это слово, где они, амфитеатр такой, да, амфитеатр, где они собирались, просто обычные свободные граждане, добрые, хорошие люди с детьми, и ходили они смотреть, как гладиаторы, рабы убивают друг друга. Пойдемте, детки, сегодня в цирк, говорил римлянин своим детям. Посмотрим, как эти рабы-гладиаторы, мы сейчас, вы слышали, привезли новых львов. Сегодня мы увидим, как львы съедают гладиаторов. Детки, вау, какой класс, сегодня мы развлечемся. То есть, были общества, которые относились к нижним слоям, как вот эти вот римляне-звери, да, то есть, они конкретно собирались на открытие Колизея, Колизей называется, это ужасное место, на открытии Колизея, во-первых, погибло там десятки тысяч рабов, которые его строили, Во-вторых, были конкретно на вот этих вот первых празднествах, было убито тысячи вот этих вот рабов-гладиаторов. Значит, это один вариант отношения к низшим классам. Другой вариант отношения к низшим классам, это был Сдом и Амора. В Тори приводится история про Сдом и Амору. У них было законодательно принято, что тот, кто принимает у себя гостей, его надо было по закону наказать, изгнать, убить. Если вы откроете Тору или Библию можете открыть, это все в одной книге, то вы увидите, когда Лот, он принял у себя гостей, то собрались все жители дома, и что они сказали? Давай, выводи к нам этих гостей, мы сейчас их познаем, познаем. То есть они были активные гомосексуалисты, которые за то, что он принял путников бедных у себя дома, они хотели их изнасиловать, можете себе представить, на законодательном уровне. И написано, собрались все жители с дома. Сдом был очень богатый город, у них не было в деньгах никаких проблем, у них была еда. Но когда одна девушка ей стала жалко нищего, который зашел туда, и она его покормила, это есть предание устное, то они эту девушку намазали медом, и пчелы ее зажалили до смерти. Представьте жестокость, это было у них развлечение. То есть поколение, которое чьи зубы мечи, чьи челюсти ножи, чтобы пожирать всех бедных земли, всех ничьих среди людей, это уже последняя стадия, и Бог говорит, нет, это общество, жить не будет. Вот мы перечислили, получается, четыре признака, четыре признака общества, которое исчезает. Слава Богу, я могу так сказать, что в современном мире, в тех странах, в которых я жил, все-таки социально защищены бедные свои населения, все-таки государство обеспечило бесплатную медицину во всех странах, во всех странах. Государство обеспечило страховку, пенсии, маленькие, большие, но на сегодня человек защищен, слава Богу, и это перевешивает чашу, то есть есть надежда, что общество, которое своих слабых защищает, оно как бы выполняет все-таки свою человеческую функцию. Но остальные три признака, они на сегодня очень присутствуют, да? Хотя, опять же, например, на Кавказе, в восточном мире более есть уважение к родителям, к старикам. Где-то ближе, чем дальше на Запад, тем меньше уважения. Значит, насчет вот этих вот чистых в своих глазах и неомытых от нечистот, на сегодня, опять же, чем дальше на Запад, тем больше, тем дальше в это самое идут в среду. Ну, понятно, да? Значит, на Западе очень сильно развита вот эта вот ЛГБТ, да? ЛГБД. ЛГБТ. ЛГБТ или Т, я не помню. Значит, в Кавказе, опять же, в мусульманском мире, слава Богу, они относятся так, как Бог повелел относиться к этому. То есть это запрещено, это грех, это факт. Кто хочет лично грешить, пожалуйста, пусть грешит, но общество не имеет права идти на поводу у единиц, у единиц, которые хотят грешить. И теперь эти единицы заставили всех признать, что то, что они грешат, это не грех, это норма. Это удивительная вещь, да? Такая просто удивительная. Тринадцатый отрывок. Высокомерные глаза его и подняты веки его. Вот здесь мы тоже, мне кажется, современное общество все-таки прислушивается к власти мущие, они прислушиваются к простым людям. То есть есть все-таки влияние простого народа на процессы, которые происходят в странах. И по четвертому параметру современное общество, оно очень сильно в позитиве выполняет волю Всевышнего. То есть я думаю, что на сегодня нет вот этого поколения, чьи зубы мечи, чьи челюсти ножи, чтобы пожирать бедных земли и нищих среди людей. То есть на сегодня все-таки все цивилизации, причем и западная, и восточная, и мусульманская, и христианская, и вообще не религиозная, все защищают своих бедных. Поэтому получается мы сейчас, ну все-таки есть надежда, что общество, такой звоночек сейчас был всем, да, вот этот коронавирус, кризис, вот эти все локдауны, был звоночек с неба. Люди, опомнитесь, чуть-чуть задумайтесь, как вы живете, да. Но в принципе на сегодня у общества есть шанс, есть шанс у всех нас, как бы каждый, если делает больше добра, то в итоге общество производит больше добра, а если общество производит больше добра, то всему миру будет хорошо. Поэтому родителей и старших уважаем, грехи явные не делаем, а если делаем, не делаем их, не переворачиваем сущность грехов в то, что это вдруг перестало быть грехами. И, значит, не прислушиваемся к мнению других людей. И четвертое, помогаем бедным, незащищенным, обездоленным, сиротам, больным и так далее. И дай бог, чтобы у нас был прекрасный ближайший год, 21 год, чтобы был годом роста духовного, материального, благополучия, здоровья всем хорошим, добрым людям. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем пока.